Добрый день! Сегодня у нас вечный календарь в офисе храма Джона Леннона в Санкт-Петербурге! Март? Март месяц, да. Вот первая страничка. А вот и вторая. Вторая сержанта. Сержанта сержанта. Барабан. Сержантского барабана битва. С альбома Сэджин Пеппо, Слоуни Хат Клаб Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Очень даже симпатичный день, как, собственно, и все остальные, 364. Это день, когда родилась музыка. В этот день Джон Леннон собрал первую группу в своей жизни, в своей школе. Квари Бэнд Хайрискул Фобой. Эта группа называлась Black Jack. И когда Джон Леннон слышал Rock Island Line, Лони Донни Ганна, он взял руки гитару. И у нас первые репетиции дома Джона вызывали у тетушки Мими, с которой он жил, беспокойство. И она все время кричала Джону снизу. Потише, Джон, пожалуйста, потише. А как же уроки? Ты целый день бренчишь на гитаре и доводишь меня. Доводишь меня. Но Джон Леннон продолжал упорно развлечивать Rock Island Line. И сейчас даже на его букиках можно постоянно встретить Rock Island Line, уже в новом, новом исполнении, когда прошла уже эпоха битвов. И Джон продолжает ее петь на своих репетициях, своих домашних препятствиях и так далее. Вот какой хороший день 1 марта 56-го года. Двигаемся дальше. 2 марта 58-го года. Этот день в храмовом календаре не менее важен, чем первый. А именно, это праздник первой песни. 2 марта 58-го года Джон Леннон и Поль Маккартни написали вместе первую песню. И назвали ее Too Bad About Sorrow. Вот так вот. Это было дома у Поля Маккартни. На этот раз у Поля Анни и Джона. И потом за 2 года они вместе написали около 100 песен. И выбрали для первой 45-ки Битлз из этих 100 песен Леннон и Маккартни, Маккартни и Леннон, они выбрали Love Me Do. Вот что такое для нас 2 марта 58-го года. Следующий праздник у нас называется I said today, Holiday. Я вам говорю, что сегодня праздник. А именно, сегодня 3 марта 66-го года. И Джон Леннон написал и записал свою вещь 60-60, которая потом вошла на револьвер. 4 марта. Очень даже грандиозный праздник. Знаменательный и просто из ряда вон. Просто из ряда вон. Этот праздник у нас в нашем реестре числится как день, когда можно говорить правду. Представляете, господа, какой сегодня важный день. И вот мы видим Джона Леннона, говорящего правду. В этот день Джон Леннон сказал, мы, Битлз, более популярны, чем Иисус Христос. Это было 4 марта 66-го года в Англии. Потом это переехало в Америку, был большой шум. Пресса критиковала Джона. Изрядно, притом. Они даже довели Джона. Когда-то Джон доводил свою тяточку. А теперь пресса в Англии довела Джоника. Со своей критикой. Но наш ответ фанов звучит примерно так. Ну что ж, это твой удел, Джон, говорить правду. Ну а мы, лилипутики, мы будем стараться тоже. Очень будем стараться. Ну разве у нас может получиться, как и тебе? Дальше. Следуем дальше. По марту. 5 марта 96-го года Битлз выпускают 45-ку Рио Лав. Это 25-я 45-ка Битлз по счету, начиная с Лавмиду 62-го года. И в 96-м году, я повторяю, выходит новая 45-ка Битлз Рио Лав. Из новых вещей Джона. Мы это называем вообще-то New Message of Love. А Ринго, как истый Битлз, он сказал, мы это сделали с таким реальным, просто экстремальным чувством естества Битлз. Примерно так эта вещь и и прозвучала. Прекраснейшая вещь. Она, конечно, стала каким-то номер один. 6 марта 70-го года большой Битлз праздник. На тот момент, если мы сейчас в 96-м году вспомнили 45-ку Битлз, то вот в 70-м году, 6 марта, вышла на тот момент последняя 45-ка Битлз как группы. После выхода этой 45-ки они раскололись. Для нас этот праздник 6 марта 70-го года числится под грифом «Да будет праздник вечно! Битлз форева!» 7 марта 81-го года в России произошел революционный духовный переворот и началась перестройка. И вот этот день у нас числится не только как начало перестройки я имею в виду 7 марта 81-го года, но и день русского рока. Ибо в Петербурге, как в рок-н-ролле столице России, появился первый в России рок-клуб. Позже появилась милейшая Джанастин Грей и сделала отличный двойник, который называется, как мы все знаем, он называется «Ред Вейв», на который вошли четыре группы Петербурга лучшие, в том числе «Аквариум», «Костя Кинчев», «Страны игры» и кино. Вот какой это хороший день. Он у нас назначится под лозунгом, под нашим грифом любимым. «Да здравствует день свободы в России». Я повторяю, это было 7 марта 1981 года. 8 марта на следующий день, но уже в 94-м году и в Лондоне на экранах появился новый игровой фильм про Битлз. Он назывался «Биг Бит». «Сори», «Бэк Бит». «Биг Бит» назывался «Стиль» «Ниверпульский групп» в 60-е годы. А этот фильм назывался «Бэк Бит». Это фильм о Битлз в Гамбурге. Два года они работали в Гамбурге, отработали свой стиль и взлетели над миром. Вот какой хороший день. 8 марта 1994 года. Дальше следуем. 9 марта 1975 года Джон Леннон выпускает шикарнейшую 45-ку. Хит и гимновая вещь «Stand by me». У нас это числится, у нас это представлено, этот день представлен как день одной песни. «Stand by me», хотя и не Джоном написано, но она блестящая, гениальная, исполненная Джоном настолько хорошо, что хочется кричать «Господа, играйте громко!» Это было 9 марта конечно, 75-го года. Следуем дальше. 10 марта Джон Леннон выдал великую фразу, которую мы чтим, и которая появилась потом, позже, на его пластинке «Stand by me» эта фраза звучит так. Послушайте, господа, внимательно, насколько прекрасна эта фраза, насколько она интересна и как бы требует многократно, скажем так, прочтения. Вселенная это музыкальный инструмент. Небесный полюс находится там, где небесная хорда пересекается с духовным солнцем. Земная музыка это эхо космической гармонии. Это реликвия рая. Эта фраза 10 марта значится у нас как праздник реликвии рая. Музыка Джона и есть реликвия рая. Джон Ленн так глубоко копнул, что достал тех времен, когда не было ни войн, ни всяких дурацких правительств, ни химии, ни границ, ни религии, ничего. А был только тотальный кайф под названием рай. Следуем дальше. 11 марта 55-го года опять наш дорогой Джоник отметился на карте жизни. А именно 11 марта 55-го года Джон Ленн не сказав ни слова тетушке пошел в местную церковь и прошел обряд конфирмации, то есть обряд приобщения к Богу. И потом уже через 10 лет когда у него об этом спросили, Джон в своем интервью сказал, там наверху кто-то наблюдает за нами. следующий день 12 марта опять наш Джоник прославился на весь мир, а именно в этот день родилась его преподобная матушка Джулия Ленн 12 марта 14-го года на свет появилась одна из пяти сестер Стэнли в Ливерпуле. И вот Джулия не прошло ей 20 лет как она стала матерью нашего любимого Джоника. Следующий праздник и опять Джон Ленн А Джона Ленн никуда не дется господа Придется нам следовать по его жизни и с любопытством А именно сегодня 13 марта 68-го года в газете лондонской Рекорд Мира появилась статья о Джоне в которой мы читаем следующие вещи строки житель планеты Земля человек по имени Джон Ленн обнаруживает все большие драматические изменения в своей артистической жизни. Следующий праздник 14-го марта 73-го года это Нью-Йорк мы перелетаем в Нью-Йорк и что мы видим мы видим золотую пластинку которая связана которая открывает нам мир золотых пластинок Битлз а именно у Битлз в рок-н-ролльном мире в мире героев рок-н-ролла которые прославились своей отличной музыкой больше всего золотых пластинок больше чем у Эллеса больше чем у Литла Личарда больше чем у Роллинс Толлес или у Битлз 42 золотых пластинки вот в 73 году в Америке было объявлено об этом контора под названием R.A.A.A.A.R. сообщило что она фиксирует миллионные продажи синглот и полумиллионные продажи ЛП также золото это то и другое это золото следующая страничка посвящена опять нашему Питеру в котором в этот день а именно 15 марта 57 года произошло великое движение духа великое движение судьбы России связанное со всем остальным миром как не старались коммуниатки как не вешали железные и прочие бумажные и деревянные занавицы но все таки 15 марта 57 года на Россию упала американская совершенно атомная и главное веселая атомная бомба под названием рок-н-ролл с этого момента можно нужно сказать что началась перестройка в России и в Петербурге появился хотя и небольшой такой скромненький такой даже кроме нас мальчишек незаметный но черный рынок 15 марта мы чтим этот день как начало русского рока начало новой России для иллюстрации этого дня очень очень подходит литл ричардовский сленговый посыл 16 марта следующий праздник и опять битмы прославились на весь мир в этот день в Америке вышла великая сорокапятка битлз началась великая как бы осваивание мира великое покорение после Америки битлы начали покорять весь остальной мир они сделали это они покорили Европу Австралию цовок цовок наш несчастный и все 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 было везде битлз пронизали весь мир от генералов от продавщиц в юбилейных магазинах до английских заседателей в пабах в пабной телеге все пели битлз все слушали их и в том что у нас конечно у нас сразу стали появляться группы которые начали петь битлз вот что такое 16 марта 64 года для нас для всех следующий праздник Джоновский он произошел в Лондоне а именно 17 марта 70 года Джон Леннон встретился со своим доктором психотерапевтом из Америки прилетел Артур Янов великий создатель спасения человеческой души изобретатель метода примальной психотерапии с курсом рассчитанным на 4 месяца и Джон Леннон включился в этот курс и Артур Янов здорово помог Джону после этого Джон написал свой великий альбом Мада как мы знаем написал такие вещи как God Isolation Working Class Hero Love это было нечто и заслуга Артура Янова колоссальничек фаны Битлз и фаны Джона всегда будут помнить его имя 18 марта опять мы в Питере и опять в Питере праздник а именно в Питере начался великий бум 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 то есть появились магнитофоны это были первые магнитофоны которые можно было купить в магазине и папа моего приятеля купил этот магнитофончик и потом мой приятель очень любезно предоставил мне его и так я услышал первый на магнитофоне Айдес вот его фотография здесь этого магнитофончика это производство Риги довольно хорошего качества и я на катушках целыми днями благодаря этому парню крутил он отдал мне на месяц этот магнитофон было удивительно я даже не знал его имени и фамилии он учился в соседнем классе той же школы он подошел на улице ко мне и любезно предложил свои услуги это было поразительно до сих пор его добрым словом следуем дальше мы уже в 19 марте 71 года и этот праздник называется Day of New Beatles представляете господа было всегда и будет всегда 4 битла и вдруг у нас есть праздник который называется День Нового Битла и кто вы думаете это оказался это оказался Клаус Гурман из Гамбурга художник басист друг битлов и он чуть-чуть с ними не начал играть потому что Поль Маккартни заявил о своем выходе из группы и Джон пригласил Клауса они долго обсуждали проблемы но в конце концов они пришли к выводу что Клаус не сможет заменить Коля Маккартни ну и слава богу двигаемся дальше 20 марта в Петербурге опять же в Петербурге вышла отличная love book Коли Васина табиш my book эту книгу Коля Васин табиш писал 40 лет представляете господа и вот она вышла в этот день 20 марта на Пушкинской 10 было собрание народа было собрание всех битлов все 4 битла пришли чтобы посмотреть на эту супер книгу и Коля Васин был героем этого дня рекомендую всем да надо эту книгу иметь надо всем надо эту книгу иметь всем кто хочет врубиться понять половить кайф это книга правдивая книга вот Федор Михайлович Достоевский между прочим сказал это самая правдивая книга по истории Битлс в России 21 марта опять праздник Нью-Йорк Сити и опять Джон Леннон фигурирует в нем номер один в этот день в городе Джона Леннона были открыты земляничные поляны как мы знаем первые поляны были открыты в Англии в Ливерпуле а вторые земляничные поляны были открыты рядом с домом Джона дом его назывался Дакота он мне сейчас называется и рядом целый кусок я чуть не сказал целый парк кусок центрального парка в Нью-Йорке был назван земляничные поляны 22 марта 1963 года мы оказываемся в Лондоне и празднуем там что мы празднуем самый первый праздник Битлз он так вот так вот так у нас и числится первый праздник Битлз вышел первый ЛП альбом или как там его называть диск наши любимые группы 22 марта 1963 года и у нас следует в конце такая такая присказка которая которая Битлз всегда имела отношение ее можно помещать на каждом празднике Битлз теперь их уже ничто не остановит 23 марта опять в Лондоне но уже в 64 году вышла первая книга Джона Леннона In His Own Right в своей собственной манере письма она в переводе потом вышла у нас в Питере в 91 году но тем не менее Джон Леннон в кепочке фигурирует на обложке этой книги со своими сочинениями которые начались еще в школе еще в школе году в 53-м 52-м он сочинил все эти стишки рассказики которые стали сенсацией Евангелия и в честь Джона был устроен большой праздник в литературном центре Лондона было много почетных писателей стариков Англии которые жали Джону руку и пили с ним шампан следующий день у нас я бы сказал не менее многозначный очень клевый день очень родной для меня и для 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 фанов Сальваторо Дали а именно 24 марта 69 года Джон Леннон и Сальватор Дали встретились в Париже посидели вместе в ресторане пообщались обнялись на прощание и поцеловались и Джон Леннон в будущем у нас есть есть даже как бы свидетельство этой встречи Джон Леннон нарисовал Дали очень неплохо я бы на месте Дали поместил бы этот рисунок в свой музей который находится в Испании у нас этот этот день идет под грифом встреча двух великих сюрреалистов следующий праздник 25 марта 76 года в этот день в Нью-Йорк-сити Поль Маккартни выпустил свой альбом Wings под названием Wings at the speed of sound и это хороший альбом но мы его мы его здесь представили как как альбом который вызвал большой интерес у прессы Нью-Йорка не потому что этот альбом вышел хотя и потому что тоже но главное что на этой встрече с журналистами Поль Маккартни получил законный вопрос а когда Битлз снова будут вместе ну что Поль Маккартни ответил well that's a big offer то есть о это большое предложение ну так толком ничего не ответил потому что Битлз раскололи в 70-м году пошли пошли по сольным музыкальным путям а это уже дело происходит в 76-м году поэтому конечно как говорится дело дело прошлого следующий праздник у нас состоялся 26-го марта и на этот раз в Амстердаме в Амстердаме Джон Леннон устроил великую неделю против мирового насилия Джон Леннон лег вместе со своей женой в постель и делал и делал народу журналистам служащим этого отеля Хилтон в Амстердаме два пальца и говорил о мире как нам необходим здесь мир как мы ненавидим войны как войны мешают нам жить и быть спокойными и счастливыми и заниматься такими многими очень многими важными делами и войны так нам ломают кайф нам всем всему человечеству вот об этом говорил Джон Леннон который устроил праздник духа в Амстердаме и журналисты разнесли это слово Джона по всему миру это было очень хорошо и мы узнали об этом мы в совке читали маленькие такие скромненькие едва заметные в газетах статейки про Джона лежащего в постели за них дальше следуем 27 марта 71 года уже мы в Лондоне снова в Лондоне и снова наш дорогой Джонни привлекает внимание Лондона Англии и всего мира а именно в этот день в Лондоне рок-газета диск провела опрос среди читателей которым задавался вопрос кого бы из из рок-музыкантов вы хотели бы видеть премьер-министра и фанер-рока ответили Джон Леннон Джона Леннона премьера Джон Леннон годится в премьер-министра Англии но Джон Леннон на это ответил так моя функция в обществе артиста следуем дальше уже подходим к концу марта 28 марта 67 года Битлз записывают очередную вещь для своего предшествующего альбома Сержант Пеппер этот день назначится как сегодня праздник до утра а именно в этот день Битлз только к утру записали весь Джона Good Morning Good Morning на которой Джон Леннон пел Пой Маккарни играл на лид-гитаре Джордж играл на басе ну и как бы естественно барабанил на на людвиге уже 29 марта и и до 9 марта мы неожиданно оказываемся где бы вы думали да мы оказались в Москве а в Москве произошло в этот день 29 марта 1986 года уже вовсю шла перестройка и в этот день в Москве было законное притом первое законное Битлз дело в России а именно EMI то есть фирма Битлз заключила с мелодией соглашение на выход двух дисков Битлз первый назывался A Hard Day Is Night а второй назывался тестов Хаммин и русская русская молодежь впервые 64 года услышала музыку Битлз и была потрясена как и 30 лет назад она была потрясена двигаемся дальше вот уникальный праздник через который прошел автор этих строчек и который для него был просто почти экстаза а именно в этот день 30 марта 66 года Вася Колин купил прямо на улице в Совковом киоске газету сори не газету а журнал Англия журнал Англия был совершенно это был дикий момент в моей жизни когда я рос уже на черном рынке и нигде о Битлз кроме как на улице где-то или в гостях у какого-нибудь приятеля я доставал новости про Битлз а тут вдруг я иду по улице где-то в районе Суворовского проспекта и в киоске вижу журнал Англия статья про Битлз вот так я купил этот номер журнал Англия шикарнейшей фотографии Битлз эта фотография вошла в мое подсознание я ее рассматривал много лет своей жизни не мигая я ее вырезал я вклеил ее я ее переснял я ее увеличил я повесил ее на стенку я дарил ее своим друзьям вот такая шикарная оказалась фотография это в нашем реестре числится как день одной фотографии повторяю это было 30 марта 66 года и вот мы подходим к концу великого Битл месяца марта в нашем календаре 31 марта следующий праздник 64 года и опять Битлы в Лондоне совершили сенсейшн установили очередной рекорд а именно в этот день они заняли в Штатах и конечно это дошло до Англии в Штатах первые пять мест в хит-параде и попали в книгу рекордов Дениса 32 марта 32 марта 71 года Джон Ленн выдал колоссальную фразу которая у нас под полей вообще ходила на уровне знамени мы ее друг другу рассказывали и как бы трактовали по-своему а именно безумие сказал Джон Ленн в этот день 32 марта повторяю 71 года безумие есть первый признак перхоти и когда я услышал эту фразу мы хохотали как эти самые жирафы это это было это это был черный это был сюрный юмор Джона и я помню кто-то кто-то постоянно говорил а какой второй это признак первый признак мы знаем первый признак это Джон Ленн а второй это признак кто вот так заканчивается март 32 марта первым днем Джона first day of John вот так господа спасибо 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 спасибо